Море цветов, улыбок и самые теплые объятия на свете. Сегодня в доме по-особенному светло и уютно. Гульнар Иминова принимает поздравления с юбилеем. Ей исполнилось 90. По традиции, прошу показать старые фото, вспомнить прошлое. Эх, доченька, если об этом рассказывать, то это даже в 10 книгах не уместится. История жизни достойна лечь в основу книги. Война, депортация с ее тяготами, жизнь вдали от родины. Всю горечь военных лет уместила в одном своем стихотворении. Но уже 30 лет Гульнар Бита окружена заботой и любовью близких в родном Крыму. Юмора и оптимизма у Гульнар Бита хоть отбавляй. Гульнар Бита называет себя самым богатым человеком на свете. Воспитала дочь, троих внуков и четырех правнуков. Жалуется только на слух, но говорит, это мелочи. Главное, семья всегда рядом. Когда бывает плохо, на душе я всегда иду к маме. Она моя поддержка и опора. После того, как отца не стало, мама единственный человек, который меня во всем поймет и поддержит. Безумно ее люблю. Пока женская половина семейства варит ароматный крымско-татарский кофе мужчины у костра. Самая ответственная миссия у Акима Анварова. Праздничный плов – дело серьезное, потому и приготовление не доверяет никому. Рецепт вкусного блюда, любовь и парочка кулинарных секретов. «В Узбекистане плов везде разный. В Ташкенте – ташкентский, в Самарканде – самаркандский. У нас на Мангане вот такой плов готовили». К столу все готово. А значит, пора приступать к трапезе. За богато накрытым столом родные еще раз напоминают гульнарбита, как сильно ее любят. А наша съемочная группа желает имениннице еще долгих и счастливых лет жизни в окружении родных.